Здравствуйте! Заинтересовало название видео? Это новый формат в рамках того, что ко мне едут репортеры-журналисты про меня снимать репортаж. Как здесь я живу на хуторе и что же я делаю? И к этому событию я решил приурочить, ну, небольшой такой для себя челлендж в первую очередь. Всю ту работу, которую я делаю, я бы все равно сделал. Единственное, что может быть, оно бы растянулось немножко на большее время. Поэтому у нас будет отсчет и каждый день будет выходить новая серия с отчетом того, что же я сделал за этот день. До приезда репортеров на сегодняшний день осталась ровно неделя, 7 дней. И вот в таком формате ролики будут выходить. Субтитры подогнал «Симон» Меня работа на хуторе захватывает по-настоящему. И очень часто я забываю про съемочный процесс. В плане показать вам, как было до. Поэтому сегодня вот про это помню. Пока еще, скажем так, не вошел в раж в рабочий процесс, показываю вам. Вот до. Да? Сейчас еще покажу. Так, зафиксировали. Вот. Ну и еще немножко фотофиксации. Вернее, видеофиксации. А потом покажем, как было после. И ах да, я забыл вам показать. Тоже самое важное, где самым больше режет глаз. И надоедает. Вот. Таскаем, таскаем. А этот же куст тоже надо. Он, смотри, пошел в рост. Надо его выпилить. Это какой-то виноград. Но он такой тут задичевший. Лайфхак от хуторянина. Как быстро таскивать ветки. Берем одну большую ветку. Самая снизу которая. А потом наверх накидываем мелких. Не факт, конечно, что они все доедут. Но. Это намного ускоряет процесс. Потому что иначе тут можно таскаться, просто затаскаться. Веток столько, что просто не знаешь, за что схватиться. И это еще не подгребал. Просто собираю ветки. Далеко не продвинулся. Прошло уже полтора часа. Пока другого плана нет. Вот только так. Можно еще какой-нибудь тяжелой веткой прижать сверху. Но потом тащить тяжело. Ну и вот потащил. Вы знаете, на машине, конечно, намного спреднее все получается. Очень быстро. Ну, относительно, конечно, того, что я носил, тягал это все вручную. Как хорошо светлее. Тут так. Ой, вообще просторно. Пускай просыхает. Здесь будем тоже все подгребать. Это у нас, как этот, шиповник, дикая роза. Ну, так я называю. Цветочки красивые. Вот. А здесь тут малинник был. Много пчел летало. Но все равно покажу, подровняю. Хочу освободить вот эти черешни, которые там есть. Вернее, вишни. Они там мелкие, конечно. Их съедают, как правило, сразу шпаки эти все. Ну, пойдет. Одна из моих, ну, работ, которых я не люблю выполнять на хуторе, это таскать ветки. Это так нудно. И так тяжело. Они вечно кряпятся здесь. Но ничего не поделаешь. Чтобы было чисто, надо работать. Делаю что-то наподобие саней. Вот такие полоти, там их стяну. А наверх накидываю вот ветки эти. О, да. Продолжение следует... 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 Сейчас потяну мегаветку. Это полдерева. О, этот обломыш. Я его не опиливал никак. И вот этот тоже. Им было не подобраться. Вот веток сейчас просащил. А еще есть у меня такое вот дерево. Видите? Прилегло отдохнуть. Вот. Это кандидаты, которые будут спилены. А потом выкорчеваны первыми. Продолжение следует... Не могу понять, что тут робится. Проход происходит воровство. Потому что я в этих ульях пчел не видел. Я открывал их. Там они все, я думал, пропали. Значит, скорее всего, это воровки. Забирают мед. И вот мне непонятно, как они могут сейчас забрать этот мед. Почему тогда зимой пчелы не съели его. Я грешу на то, что я оставил их на меду, который был. Не выкачивал рамки и не закармливал сахаром. Думал, что натурально будет. Но, скорее всего, они подтащили хорошенько подсолнуха. Потому что я проверял. Я у них вообще эти рамки, которые стояли в гнезде, гнездовые рамки, не выкачивал. Я оставлял все пчелам. Я думал, что у них остался летний мед. Они, оказывается, его подъели, наверное. И притащили подсолнухового меда. Он сел. Ну и все. И они не смогли его разъесть. Ну, про это будет я уже 10 раз вам уже говорю. В каждом ролике практически, когда пчел показываю. Я доберусь до ульев. Я их все обновлю, покрашу, почищу, помою. И приведу, так скажем, в нормальный вид. Поставлю литки, где надо. У меня есть специальные такие в виде чашечек. Докомплектую их, соберу, чтобы у меня были комплекты. Магазин плюс улей. Магазин плюс улей. То есть я сделаю нужное мне количество. И все, я буду ими пользоваться. Ну, я не знаю. Либо тут пчелы отжили. Где-то они там спрятавшись сидели. Потому что я открывал, там вообще шевеления не было. Либо же это все воровки. По лету, мне кажется, что воровки. Но если это не воровки, то вот этот улей, который... Это просто злюки вековые. Они просто сожрут всех и все. Это самый злой был улей. Самый большой они меня накусали. Это моя маленькая пасека. Все пчелы здесь были. Те, которые я поймал в ловушке. Ну, и раз уж сегодня про пчелу так немножко зашло речь. Вот здесь живут. Улик такой уже старенький. Вон, потрескался. Пчелы пережили. Все нормально. Они летают. В том уле тоже. Я пока даже не смотрел, не лажу. Но в этом уле вот что произошло. И почему так произошло, непонятно. Меда у них есть в рамках. Здесь я уже открыл. Вон, видите, все они осыпались. Почему так произошло, я даже не знаю. Мед. У них везде есть рамки полные меда. Опытные пчеловоды. Ну, подскажите. Я, конечно, все это вычищу, уберу. Тут и утепление у них было. Все было нормально. Почему так произошло, я не знаю. Что им не понравилось. Может быть, что я не открыл, либо закрыл. Вот верхний леток. Я не знаю. Почему так произошло. Ну, так произошло. Вот три улика здесь стояло. Один, видите, погибли. Займусь уликами уже в не-челленджерную неделю. Все равно тут надо их переставлять. Это такие улики будут у меня подстраховочные. Они будут стоять на поготове. В плане том, что когда споймаю руй, я буду его первый год садить сюда. Вот так. Ну, а дальше я продолжаю таскать ветки. Стаскивать все. Просто немножко себе, так скажем, не то чтобы очень, я очень не люблю таскать ветки. Это просто для меня какая-то мега тяжелая работа, кажется, что... Ну, а смотрю на природу, на красоту и продолжаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Из-под этого дерева я собрал все крупные ветки. В основном это сухолье. Загрузил на эту большую крупную ветвь вот из-под этого дерева. Понятно, что я, конечно, наверное, все не довезу. Но, может быть, удастся. И тогда затащу вот такую большую кучу. И это очень ускоряет время. Субтитры сделал DimaTorzok под конец рабочего дня совсем безумные людей приходит, потому что очень уже такая усталость. Еле таскаешь их. Короче, решил, что заодно буду сразу и сбивать траву, барановать и ложить наверх вот эти ветки сучья, чтобы они... можно больше их вывести. Сильно тоже перебрежать не буду. Чуть-чуть буду таких сухих вот кидать сейчас. Посмотрим, как это... Сработает или нет. Безусловно, мне хотелось бы трактор. Это, конечно, смешно выглядит, но другого у меня ничего нету. И чем сидеть, ныть, и ой, как хорошо, что был трактор, я выбираю второе действовать, работать тем, что есть. Не было бы Нивы, Нивы, я бы вообще таскал все руками. Поэтому радуюсь тому, что есть. Мечтаю о тракторе. Знаю, что он у меня будет. Но не сейчас. А сейчас есть Нива, и я на ней работаю. Кто бы там что ни говорил, смешно, не смешно, как есть. 17.40. Суббота, напоминаю. Вот столько мы не убрали. Ну, я не свозил, не свез. Ну, вообще, намного, конечно, стало чище, просторнее в саду. Он никогда таким не был. Вот это все завтра доубирается с утра, и будет классно. У Нивы уже совсем мало осталось бензина в баке. Выездил я практически полный бак за это. Ну, она стоит, работает у меня. Я не глушу, потому что аккумулятор. Ну, вот так и получается. Можно было бы дальше работать, но, вы знаете, по привычке рабочие люди. В субботу сегодня, конечно же, хочется поехать отдохнуть. Поэтому мы с Леней условились до 18.00 работаем, а потом едем домой. Я уже давно, конечно, привык. Я уже много лет, так скажем, работаю нон-стоп. 24 часа. Я в деле, когда свой бизнес, особенно раньше, когда он был крупным, я вертелся, как белка в колесе. Сейчас я тоже работаю немало. Ну, это работа в удовольствие, для души. Я работаю на хуторе, на природе. Мне это вот в кайф. Это настоящее мое такое теперешнее дело, от которого я получаю очень огромное удовольствие, когда вот эта территория проображается. Да, физически устаю. Да, чувствуется ломота в костях, но только крепче становлюсь. Молодой. Еще успею отдыхаться. Вот когда я все сделаю, когда будет красота, тогда и буду отдыхать. Ну что, все. Сегодня первый день челленджа. Вот такого, так скажем, задания моего подходит к концу. Еще шесть дней работы, труда. Я буду интенсивно работать, стараться достичь своей цели, которую я себе поставил, чтобы встретить достойно гостей, показать, что я здесь хозяин на хуторе. Ведь они же не смотрят мой влог, в отличие от вас, и не знают, как я вообще здесь работаю. Чтобы показать, что вот такие сады есть, такие они были, и я здесь работаю. Ну, это только касательно сада. Завтра с утра приезжаю и все это довожу, дотаскиваю. Потом другой работы, который вот так вот. Но я справлюсь. Пишите в комментариях, как вы думаете. Хоть я вам сегодня еще и не обозначил своих планов работ, покажу в завтрашнем видео. Ну, как вы думаете, вообще справлюсь ли я? Я надеюсь на то, что я справлюсь. Я оптимист по жизни. И думаю, что все будет нормально. А еще, вот сегодня забыла рассказать, ласка у нас была беленькая, Леня ее встретил. Но, к сожалению, вам не удалось показать, пока я бегал за камерой, она успела удрать. Но Леня говорит нагло, еще и оглядывалась. Так что мои цыплятки-курочки, которые здесь будут, будут под охраной ласки. Будет тоже досадно и обидно. Ну все. Крепкого здоровья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok